Святая кровь Святая кровь Святая кровь Святая кровь Святая кровь Святая кровь Иисус, ты кровь свою пролил И заслужил такого Разрушил все грехи мои Проблемы и оковы Иисус, ты кровь свою пролил И заслужил такого Разрушил все грехи мои Проблемы и оковы Душа поет, душа поет Душа поет, Иисус Душа поет, душа поет Душа поет, Иисус Душа поет, душа поет Душа поет, Иисус Душа поет, душа поет Душа поет, душа поет Иисус Душа поет, душа поет Душа поет, душа поет, Иисус Душа поет, душа поет Душа поет, душа поет Моя душа поет, моя душа поет, душа поет, Иисус, душа поет, душа поет, Душа поет, Тебе Иисус. Моя душа поет, моя душа поет, 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 душа поет этой земле боже мы благословляем Господь каждую нужду Господь каждую молитву каждую просьбу во имя иисуса Христа я молюсь Господь чтобы ты уже пришел благодать и милости к тем кто нуждается Господь твоим исцелением Боже я молюсь Господь за Виталия Господь который сегодня нуждается в твоем чуде Господь может прикоснись к нему прямо сейчас где он есть больница Господь во имя иисуса И пусть будет остановлена всякая гангрена в его жизни во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, за людей, Господь, кто нуждается в Твоем святом мире, Господь, чтобы он пришел, Господь. Я молюсь, Господь, за тех, кто находится в жизненных сложных обстоятельствах, Господь, кто проходит через временные трудности, Господь. Боже, пусть благодать Твоя, милость Твоя, Господь, придет во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, за те, Господь, простые, Господь, нужды, Господь, которые стали, Господь, сложными для людей, Господь, Боже, когда они нуждаются в том, чтобы произошло чудо, Господь, Боже. Я молюсь, Господь, за каждую нужду, которая отображена в чате, Господь, и здесь, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, благодать, спасение, исцеление, решение проблем жизни во имя Иисуса Христа. Боже, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за великое благо, которое Ты, Боже, даешь нам. Отец, с места, я благословляю, Господь, также каждого, Господь, кто принимает участие, Господь, в даянии Господь. Боже, благослови каждого, Господь, брата и сестру, Господь, в том, чтобы Господь, семя, которое мы сеем, Господь, принесло плод царства Твоего, Господь. Боже, я молюсь, чтобы это семя, Господь, произросло, Господь, и принесло много плода. Боже, мы сеем, Господь, во славу Твою, Господь, для славы имени Твоего, чтобы достижение достигнутой, Господь, чтобы в доме Твоем, Господь, была пища, Господь. Боже, я молюсь, Господь, чтобы церковь была ответом для многих, Господь, в этой жизни во имя Иисуса Христа. Господь, Ты упование наше, Ты сила наше, Господь, Ты прибежище наше, Господь, Ты спасение наше. Боже, я благословляю каждого предпринимателя, Господь. Я благословляю каждого, Господь, человека, Господь, кто сегодня нуждается в том, чтобы благословение в делах рук пришло, Господь. Мудрость, совет, новые идеи, откровение от Тебя, Господь. Помощь свыше во имя Иисуса Христа. Боже, прокладывай пути там, где их нет, Господь, являй свою славу, Господь, открывай свои перспективы, Господь, Боже, мы нуждаемся в Тебе во имя Иисуса Христа, Боже, мы благословляем наших детей, Господь, мы однажды их приняли из руки Твоей, Господь, и ныне, Боже, мы благословляем каждого сына, Господь и дочь, Боже, Твоим благословением во имя Иисуса Христа. Пусть милость Твоя, Господь, пусть благодать Твоя, Господь, пусть сила Твоя, Господь, прибудет на каждом, Господь, сыне и дочери, Боже, мы благословляем, Господь, Твоим отцовским благословением, чтобы они, Господь, произрастали для славы имени Твоего, на радость своим родителям, Господь, чтобы, Господь, мудрость от Тебя приходила, откровение от Тебе приходило, Господь, в раннем возрасте, Боже, мы посвящаем наших детей Тебе, Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за них, мы благодарим Тебя, Господь, за семьи, Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за родителей, Господ которая заботится о том, чтобы, Господь, дети познавали Тебя. Боже, мудрость и совета прибудут на родителях в правильном воспитании и оказании правильного влияния во имя Иисуса Христа. Боже, мы славим Тебя и обладим Тебя за великую привилегию жизни, которую Ты дал нам жить и служить Тебе вместе с нашими детьми. Тебе очень небесная слава за все, потому что Ты достоин. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. И весь народ Божий скажет Аминь. Скажите, соседу Иисусу, где бы Ты был сейчас, и можете присаживаться. Родители, Вы можете провести своих детей на воскресную школу и кабинет, где проходят занятия детки. Вы можете узнать, для деток узнать на первом этаже АФАЕ. Поэтому, родители, пожалуйста, спасибо, что берете своих детей в Дом Господен, потому что я верю, что, знаете, мы с Вами странные люди. Нам так порой жалко наших детей, что мы их так сильно жалеем, что мы их даже в церковь не берем. А потом, когда они вырастают, нам так жалко себя, и мы потом жалеем всю жизнь, что мы их не брали в церковь. Потом-то надо нам решить, что делать. Или брать маленьких и, по слову Божьему, наставлять юноша при начале его пути, тогда что будет с ним? Когда он не состарится, не уклонится от этого пути. Оказывается, церковь имеет Божье сильное влияние на ребенка. То есть мы формируем культуру поклонения Богу в нашей семье в воскресный день. А во время пандемии мы все расслабились. Вы заметили или нет? И некоторые из нас уже заставили себя идти в Дом Господен, а некоторые до сих пор еще не могут себя заставить. Поэтому это процесс. А представьте, когда ребенок, он не ходил в церковь, а потом мы думаем, ну он вырастет и пойдет. Кто его знает, куда пойдет? Может пойти туда, куда бы ты не хотел, чтобы он в жизни приходил. Поэтому, родители, мой вам совет. Введите детей в Дом Господень. Потому что в Доме Господнем есть все, что нужно для ваших и наших детей. Аминь. Это такая поправочка небольшая. Перед тем, как мы будем слушать Божье Слово. Поэтому я, знаете, когда все-таки четверых детей подняли, могу, имею моральное право говорить к родителям, когда обращаюсь, я говорю, что надо вводить детей в Дом Божий. Наши дети от рождения спали в церкви по сей день. Конечно, уже спят дома, но кто его знает, может и на служениях дремает. Ну, лучше пусть в Доме Божьем задремает. Аминь. Надеюсь, на меня никто не обиделся. Отец Местный, мы приходим перед лицо Твое, и мы открываем свои жизни для Тебя. Дуся, то я прошу Тебя, коснись сегодня каждого, кто ожидает от Тебя. Пусть благодать Твоя, пусть милость Твоя Господь придет, Боже, чтобы нам, Господь, в Доме Твоем смотреть за своим духовным состоянием таким образом, чтобы наши светильники при лицом Твоем не угасли, но чтобы мы, Господь, могли быть благословением еще для многих людей, и чтобы, Господь, Твоя вера укреплялась и укоренялась в наших жизнях, делая нас сильнее. Тебе слава веки веков. Аминь. Слава Богу за группу прославления. Куда-то Андрей ушел. Давайте мы откроем с вами Матфея, 18 главу. С 21 стиха. Тогда приступили к Нему. Тогда Петр приступил к Нему и сказал, Господи, это с 21 стиха, 18 глава. Сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? Семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до семежды семидесяти раз. Поэтому Царство Небесное подобное Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. И мы дальше прочитаем это местописание. Царство Небесное подобное Царю, который решил сосчитаться с рабами своими. И там описывается история. История достаточно странная. Если перевести на эквивалент цифр, которые там Иисус говорит о талантах, где Иисус говорит о динариях, то примерно смысл там такой. Один человек должен был 70 миллионов рублей. 70 миллионов. И взаимодавец взял его. Царь его взял и говорит, слушай, надо разобраться. Ты должен 70 миллионов. Что бы мы делали, если бы мы должны были 70 миллионов, и нас Царь привлек к ответу. А у тебя нет возможности отдать. А у тебя нет возможности каким-то образом компенсировать. Твоя жизнь, она гроша выеденного не стоит. Даже если заберут жизнь, ничего не решается. И вот человек начинает умолять царя. Помилуй меня. Прости меня. Жизни не лишай. Будет возможность, отдам. Так получилось. Я не планировал, что я буду обманывать. Я не обманывал тебя. Вот так случилось в жизни. Вот взял и не могу отдать. Думал, что очень выгодно. Вложу, приумножу. Даже отдам больше, чем взял. Царь смотрел на этого человека. Ну что с него возьмешь? Жизнь его не стоит столько. Оставлю его. Помилую его. Может, действительно, он что-то поправится в жизни. Может быть, и... И вот этот человек вышел. Счастливый такой. Его помиловали. Его помиловали. Представляете, вот тебе простили 70 миллионов. Как бы ты себя чувствовал, если бы тебе простили 70 миллионов? Ты был бы счастливым человеком. А Библия описывает эту историю очень-очень своеобразно. Когда начал он считаться, переведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, жену его, детей, и все, что имел, и заплатить. Тогда раб пал, преклоняясь, кланяясь ему, говорил, Государь, потерпи на мне. Все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышедшим нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. И схватил его, душил, говоря, отдай мне, что должен. 100 динариев, 1 динарий – это была плата одного рабочего дня. Вот сядьте на калькуляторе, посчитайте, сколько вы в день зарабатываете. Кто-то зарабатывает тысячу рублей в день, кто-то зарабатывает 500 рублей, кто-то зарабатывает меньше, кто-то больше. Вот представляете, даже если тысячу рублей в день человек зарабатывал, вот после того, когда тебе простили 70 миллионов, ты вышел и встретил человека, который должен тебе 100 тысяч рублей. Раб тот вышел, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и схватил его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его упал, к ногам его умолял, его говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. А тот не захотел. И пошел, посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его видевшие, пришедшие, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю ему все бывшие. Так государь призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему согрешение его. Если мы читаем место Священного Писания о последнем времени, Матфея 24 глава описывает такое место, что люди будут соблазняться и потом будут предавать и будут ненавидеть и будут делать много всего плохого перед пришествием Иисуса Христа. Оказывается, перед пришествием Иисуса Христа начнутся очень много соблазнов. А что такое соблазн? Когда мы берем переводы других Библий, других народов и языков, вот в русском языке написано просто соблазн. В английском переводе это место Священного Писания соблазн подразумевает обиду. И будут обиды, и будут соблазны, и будут притыкания. Представляете, Писание говорит, что в последнее время люди будут очень обидчивы, очень ранимы. И вестником последнего времени будет очень чувствительное отношение к жизни каждого из нас, когда мы будем легко ранимы. Оказывается, соблазн это есть обида. Мне не понравилось, как кто-то выглядит, и я обиделся на него. Мне не понравилось, как кто-то мне что-то сказал, и я обиделся на него. Мне не понравилось, как кто-то что-то требует от меня. И я обиделся. Мне приходит на память одна история, которая говорит о том, что мы должны научиться справляться с нашими обидами. Потому что Библия говорит, что Царство Небесное, да? Если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему, от совершения его, то и Бог нам не простит. Представляете, мне нужно научиться справляться с соблазнами. Я заметил в последнее время, что мы стали очень ранимы. Нам не нравится, как кто-то выглядит. Нам не нравится, как кто-то одевается. Вы заметили это или нет? Особенно нам не нравится, если у кого-то что-то лучше, чем у нас. Вот если кто-то идет, и они такие счастливые, а мы так смотрим на них, вот это мы знаем их. Вот это не только внешне счастливые, а там внутри ругаются, знаю я их. И нам даже неприятно, что вот у них как-то хорошо. Знаете, как один человек сказал, что не говори, что тебе хорошо, потому что кому-то в это время плохо. А Петр подошел к Иисусу и говорит, послушай, как мне поступить? Сколько раз прощать? Вот Петр, он был, знаете, такой человек, сказал, делает, ему сказали, он делает. Он не был таким креативным, знаете, вот сам додумался. Он такой вот сидит в лодке, Иисус идет, он такой, Иисус, а можно я тоже пойду? Иисус говорит, ну иди, он пошел, тонуть начал. Он сначала пошел, потом подумал, ой, Боже мой, где же я иду по воде? И тонуть начал, начал сомневаться, да? А сначала они сомневаются, Иисус сказал, я делаю. И вот он пришел к Иисусу очень конкретно, да, вот, слушай, ты мне вот скажи, Иисус, сколько? Вот семь раз я вот, вот возьму, заведу дневник, семь раз я буду прощать, а вот на восьмой все. Ну, чтобы не знать, сколько раз. Иисус посмотрел на Петра, думает, вот хороший парень, но немножко угловатый. Немножко такое, знаете, упрямый в сердце свое. Иисус расширяет эту межу благодати Божьей в его жизни от закона в семь раз до благодати в четыреста девяносто раз. Вот насколько нам нужно научиться справляться с нашими обидами. Если мы сегодня начнем говорить с вами об обидах, каждый из нас сразу вспомнил того, на кого мы обижаемся. Сразу вспомнил несправедливость детства, сразу вспомнил несправедливость отрочества, несправедливость жизни сегодня. И сколько у нас есть ран и шрамов, и бороз в жизни от обид, которые нам на самом деле мешают жить. Потому что от этого приходит ропот, от этого приходит недовольство, от этого приходит неустройство, от этого приходят болезни, от этого приходит разочарование, уныние, от этого приходит множество проблем в нашей жизни. От простой маленькой обиды, которую мы допускаем. Однажды люди пришли к Моисею. И они говорят, Моисей, мы устали. Мы устали жить на этой земле. Куда ты повел нас? Ну, какая обитованная земля? Библия говорит, что манна небесная сходила каждое утро. И когда они брали и готовили ее, то вкус ее был лепешки с елеем. Это было благоухание, это было прекрасно, это было благоухание. Представляете, вот вы идете в пустыне. В пустыне своей жизни. Вы двигаетесь к лучшему, к благословенному, но на пути случается засуха, солнце палит, холод настает, нужды приходят. И в это время Бог изливает свою благодать и милость. И Он дает тебе манну небесную на каждый день. Каждый день ты вкушаешь благоухание неба, ты вкушаешь благовоние из Дома Господнего. Ну, кажется, живи, наслаждайся жизнью, двигайся вперед. Впереди обетованная земля, впереди молоко и мед, впереди то, что Бог введет тебя в самое лучшее, благословенное. Но на каком-то этапе жизни они останавливаются, и они начинают настолько сильно обижаться на Моисея, обижаться на Бога, обижаться на судьбу свою, что они плачут безутешно. Они настолько сильно плачут, что Моисей приходит пред лицо Господне, говорит, Бог, забери меня. Бог, не могу видеть слез этих. Завери меня, жить не хочется мне. Для чего ты возложил на меня ту ответственность? Для чего ты дал мне? Разве я родил этих людей? Разве я носил их в утробе своей? Разве я отец для этих людей? Ну, почему ты возложил на меня это время? И они начали, знаете, о чем говорить? Они начали говорить о чесноке, они начали говорить о рыбе, они начали говорить о мясе, и они забыли те угнетения, те издевательства, все то, что было в Египте, они забыли напрочь. Они начали вспоминать те маленькие мгновения их жизни, когда они наслаждались чесноком. они устали от ежедневной благодати Божьей. В том, что манна небесная сходила в ее жизнь. И они начали роптать, они начали обижаться на Бога, они начали обижаться на Моисея, они начали доводить Моисея до такого состояния, что Моисею уже жить не хотелось. Эта история, вы можете прочитать ее дома, она написана в 11 главе чисел. Там с 1 по 15 стих описывается эта история. Божьей, сколько из нас мы жили ужасной греховной жизнью, мы не знали Бога, мы погибали в этом мире, мы шли в ад, и ад был на земле, не только потом, когда бы мы закончили жизнь. И вот Божья благодать пришла в нашу жизнь, пришло спасение. И кажется, вот в это время мне нужно двигаться, чтобы откровение Господи открыло для меня великие перспективы моей жизни. Чтобы откровение Царства Небесного открыло для меня возможности, когда я могу сеять, когда я могу достигать, когда я могу служить, когда я могу быть благосовенен. И вот в этом путешествии веры к вечному, благосовенному, то, ради чего ты пришел в дом Господен, то, ради чего ты открыл свою жизнь для Господа, это откровение от Царства Божьего. И кажется, в это время должны открыться перспективы для нас, благосовенного. Мы должны встряхнуть все то прошлое, в чем мы были, где мы жили, как страдали, как мучились. Иначе двигаться к благосовенному. Но Писание говорит, что в последнее время мы станем ранимые. Мы будем избирать себе учителей, которые были в силе нашей Мушан. Мы будем искать тех, которые будут только нас жалеть и только нас понимать. Сколько сегодня людей, они приходят за пониманием, не за истиной Божьей, которая говорит, что такое хорошо, что такое плохо. Истина неинтересна, Божье Слово неинтересно. Интересна моя нежная, чувствительная натура. Я ищу тех, кто бы понял меня. Я ищу тех, кто поддержал бы меня. И когда люди нам говорят истину, она нам не нравится. Мы обижаемся на этих людей. Мы обижаемся на церковь. Мы обижаемся на мужа. Мы обижаемся на жену. Мы обижаемся на детей. Мы обижаемся на друзей. Мы обижаемся на братьев и сестер. И потом мы приходим при лицо Господне, и мы не видим этого прогресса. Мы не переживаем этой благодати Божьей, потому что мы ранимые, мы в соблазнах. Мы начинаем думать, как он, мой друг, мог? Как он мог, как она могла мне такое сказать? Кто она такая, чтобы меня упрекнуть? В конечном итоге нам все должны. В конечном итоге мы на всех обижены. В конечном итоге мы теряем спасение. И многие, которые будут соблазняться, они, их вера будет угасать. Многие, которые будут обижаться, если мы не справимся с этим, если мы не позволим Духу Божьему изменять нас, мы будем терять наше спасение, мы будем терпеть кораблекрушение верой. Это опасное состояние. Моисей приходит при лицо Господне, плачет, Бог, забери меня, я не могу, я устал. Эти люди, они ничем не довольны. Они говорят, что там, где они жили, там им было лучше. Они хотят вернуться в свое прошлое. Они хотят вернуться туда. Знаете, я недавно в один из репоцентров наших приехал. И там как-то, ну, брат, он так как-то прошел уже реабилитацию и как-то закрепился там, что ли. И он такой, молодец, приезжаем туда. Он такой, готовит все так, как-то, он такой, как шеф-повар какой-то, такой красивый весь такой. Уже в возрасте. Я подошел к нему, говорю, слушай, ну, такой молодец, я всегда приезжаю, а ты всегда здесь. Ну, вот спасибо тебе, вот ты молодец. Пастор звонит мне. Слушай, говорит, собрался, ушел. Я говорю, как ушел? Он, говорит, сказал, что там, где он был, а он был бомжом, там намного лучше, чем здесь. Я говорю, а чем это обусловлено? Он, говорит, ограничениями. Хотел там, у них во время поста был пост, а он там что-то, какую-то музыку включил, какую-то неверующую. Пастор прошел, говорит, слушай, ты вот, мы сегодня в посте, давай вот без этой халдещины. Вот просто вот. И он так обиделся на то, что ему не дали послушать, я знаю, что он там, шансон, что он там слушает. И он так обиделся, говорит, слишком много ограничений, не ушел. Я пастору говорю, а где он? Говорит, не знаю. Я говорю, а телефон есть, есть. Позвони ему. Позвони ему. Пастор звонит мне через, там, какое-то время, говорит, слушай, позвонил, говорит, сказал, что вернется через три дня. Думаю, вот натура человеческая, пошел рожки поесть еще три дня, знаете. Схожу в свое прошлое, как на экскурсию. Посмотрю, как там, потом вернусь. Вот хороший парень. Какая-то обида, да, из-за того, что на самом деле оно не хорошо и не плохо. Вот эта музыка, она тебя не созидает, и она тебе не помогает. Ну, пустая, да. Вот ты дал просто причину обидки на ровном месте. Вот пошел на несколько дней, просто вот сходить, поесть рожков, чтобы понять, что там плохо. Ну, зачем тебе это? Вот наша натура. Вот она такая. Представьте, скольким из нас нужен повод, чтобы сходить в наше прошлое. Скольким из нас нужна причина, чтобы обидеться, чтобы делать то, с чем мы боролись, и что возненавидела душа наша. Скольким из нас мы пришли, как, знаете, как обломки несчастья, мы пришли при лицо Господне, избитые, израненные жизнью. И Бог начал лепить нас по частицам. Но дьявол, он начинает атаковать нас в какие места? Там, где мы сильные? Нет. А куда он атакует нас? В наши слабые места. В наши слабые точки. Он знает эти слабые точки. Он знает, что вот если тебе вот эту музыку включить, то вот если ее выключить, то ты обидишься на весь мир. И представляете, вот насколько наш уровень духовного нашего состояния не соответствует тому уровню, который Бог ожидает от нас, чтобы мы входили в Божье благословенное. Потому что часто нам нужны какие-то, знаете, как Петру нам нужен, Господь сколько раз нам прощает? Вот семь раз. Вот семь раз прощу, а на восьмой раз вот в жизни не прощу. Мы как тот человек, который, знаете, семьдесят миллионов должен и взмолился, помилуй, прости, будет возможность отдам. И Государь посмотрел на него, да живи. Живи, будет возможность отдашь, не будет. А хотел продать и жену, и детей, и имущество, и его. Все хотел забрать у него. Все хотел, разорить хотел дотла. А человек взмолился, а потом вышел и встретил человека, который сто тысяч должен. И потащил его в тюрьму, и потащил его на суд, и потащил его везде, где только можно. Ах ты такой, ты мне должен, и ты мне не отдаешь. Писание говорит, что Царство Божие подобно тому государю, который простил много, а мы кому подобны? Мы подобны тому Царству, которому мы принадлежим, и тому Господу, который простил нам. Мы готовы это делать? Знаете, проблема современной церкви, она жаждет пробуждения, но она не стремится к посвящению. Посвящение делает человека сильным. Посвящение Господу делает человека целеустремленным. Посвящение Господу делает человека организованным, дисциплинированным, внутренне, духовно. Когда я бодруствую. Когда я бодруствую. Не тогда, когда я, знаете, становлюсь очень чувствительный и нежный, а тогда, когда я становлюсь сострадательный и очень сильный. В том, сила, знаете, Царство, оно утверждается не на силе, не на полицейской дубинке, оно утверждается на милости. На милости. Представляете, когда ты приходишь в суд, ты достойен, но тебя помиловали. Вот тогда Царство утверждается. А не тогда, когда ты взял и тебя просто лишили жизни. Избили, измучили. Нет. Суд и милость. А мы часто ищем справедливости в то время, когда мы ожидаем от Бога милости. Почему я говорю сегодня об этом? Писание говорит, что когда мы приходим перед лицом Господнем, мы должны брать свое духовное состояние и взвешивать себя. Вот сегодня хороший момент, такой, знаете, когда мы приходим в дом Господень, мы берем хлеб и чашу. И Библия говорит, что если ты будешь это делать недостойно, виновен против тела и крови Господней. Поэтому испытывай себя. А в чем испытывать себя? В вере ли я? Действительно ли я прощаю ближнего своего? Действительно ли я утверждаю Царство Божие? Действительно, знаете, вот прощение это не тот момент, который, знаете, вот я почувствовал, что я простил. Прощение это мое решение, когда чувства мои говорят обратное. Вот Государь, который простил этого человека, он говорит, говорит, ну ты должен мне. Но я прощаю тебя. Знаете, что такое благодать? Это незаслуженная милость. То есть я виновен, я достой наказания, но меня простили. Это не то, что, знаете, я оправданный. Вот благодать, это не просто такое, знаете, изучили, посмотрели, ага, да, обижался 491 раз. Но с учетом хорошего поведения, хорошего отношения, семейного положения и волонтерства, хорошо. Суд вынес, правонарушение не совершал. Оправданный. Вот как-то вот получилось, оправдали меня. Или наоборот, я 400, там, знаете, 60 раз простил, меня изучили, слушайте, но он же не дотянул до 490, да, ну все нормально, иди, свободен. Вот оправдан, это когда я прав. Когда правда восторжествовала в отношении меня. А помилованный, это когда я достоин, но меня простили. Вот благодать Божья, это именно, когда Господь говорит, Он виновен, Он должен, Он много должен, но я прощаю Его. Иди. Нам нужно научиться справляться с собой. Нам нужно научиться быть крепкими в вере, в Боге. Нам не нужно ставить, знаете, заводить журналы 490 раз в день, выдерживать вот эту шкалу. Нам нужно научиться быть людьми целеустремленными в том, чтобы дойти до вечности, которую Бог приготовил для нас, не таща никого, не отправляя в ад. а исполнить. А исполнить свое сердце не болями, ранами и обидами, которые нам люди причиняют. К сожалению, люди нам всегда будут что-то должны. Мало того, что мы много Богу должны, найдутся те, которые нам должны. И вот в этой притче Иисус и приводит пример, что ты будешь должен Богу намного больше, чем будут должны тебе люди, но ты научись прощать этих людей. Ты научись вмещать этих людей. Ты научись справляться с тем, что ты будешь чувствовать и видеть. Потому что Царство Божие, оно дает тебе намного больше перспектив. Оно открывает для тебя намного больше возможностей, чтобы ты не смотрел на свое прошлое, не возвращался в Египет, где все плохо. Потому что Писание говорит, что когда Бог послушал Моисея, Он говорит, послушай, Моисей, я дам им мясо. Я им дам столько мяса, что они его просто не смогут съесть. И написано, что они начали, утром встали, а перепела кругом. И они их ели, 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 ели и начали болеть. Знаете, просто обожрались, извиняюсь за выражение. Вот просто объелись так, что вы когда-нибудь объедались в жизни или нет? Вы почему-то так хотели, чтобы поели его так, что потом всю жизнь не хочется его. Вот кто служил в Советской Армии, там перловку давали. Вот мне до сих пор, если ее где-то предлагать, я не могу понять, а в чем, извиняюсь, за прикол в ней, что в ней вкусного. Я ее в армию брал, так в тарелку ее набирал, потом эту тарелку переворачивал, и она так висела, эта перловка. Она такая была качественная, что она даже от тарелки не отлетала, представляете? Вот я ее поел, вот такое чувство, что наелся на всю жизнь, представляете? А мне говорят, слушай, если приготовить, если туда там тушеночки, если туда еще что-то там, а если туда лучка добавить, если маслецем приправить, если это, вот у вас уже сленка побежала, а вот мне не хочется. Вот мне ее просто не хочется. Наелся. Представьте, она всю жизнь наелся. Вот Лариса, может, засвиделась, ни разу не пришла, сказала, давай перловочку приготовим. Вот поел. Вот чуть-чуть в жизни хватило, чтобы наесться вдоволь. Вот, послушайте, нам нужно научиться справляться с тем, чтобы быть благодарным Богу за каждый день в нашей жизни, там, где мы есть. Потому что проблема народа Божьего, который прошел, написано, что пришло проклятие в ее жизнь. Они гневили Бога. Многие из нас, мы гневим Бога по той причине, что Бог знает, что там, где мы были, там было ужасно. И там, где мы есть, это небо и земля. Но наша натура греховная, наше прошлое, оно влечет нас. И Библия говорит, что в последнее время это будет вылазить наружу, и мы будем настолько чувствительными, что мы будем соблазняться, или мы будем обижаться. Потому что мы будем обижаться в церкви друг на друга. то, почему они ко мне все подходят, что им от меня надо, достали меня, то, почему ко мне вообще никто не подошел, им нету дела до меня. И то плохо, и то плохо. мы будем искать какие-то скрытые мотивы, если они к нам по-доброму, а что они хотят от меня? Если они к нам будут по-злому, мы тоже будем думать, пусть бы отстали от меня. И то, и другое, сделать меня ранимым. Для чего? Я хочу, чтобы ослабить меня в Боге, чтобы вернуть меня в мое прошлое. И я начну вспоминать свое прошлое, что там мне было хорошо. Ты забыл, что ты был угнетаем. Ты был порабощен. Ты забыл, Египет. Ты забыл, как били тебя. Ты забыл, как издевались над тобой. Ты забыл, как дети твои не принадлежали тебе. Ты все это забыл. А ты помнишь запах чеснока. Потому что манна, сходящая от Бога, приела с тебя в твоей жизни. И плакали безутешно. И Бог послал мясо. Говорит, дам им столько, что из ноздрей их будет уже это мясо выходить. Представляете, объелись так, что потом уже не знали, куда девать это мясо. И что потом? Они счастливы были? И они тогда перестали быть счастливы. Дорогие мои, Царство Божие подобно государю, который прощает много. И мы должны быть людьми, с учетом того, что Господь просил, нам много быть вместительными и быть снисходительными друг к другу. Нам нужно научиться быть в этом. Писание нас учит это. Поэтому сегодня, когда ты, мы говорим об обидах, и ты начинаешь вспоминать кого-то, кого ты, кто раздражает тебя, кто причиняет тебе боль, кто поступил с тобой несправедливо, тебе нужно принимать решение сегодня. Библия говорит, чтобы горький корень не появился в твоей жизни и он не начал разрушать тебя, чтобы это не начало вырастать в твоей жизни. Некоторые люди, они потеряли свое спасение по причине обиды, что их где-то церковь не поняла, потому что они были в чем-то неправильном, и церковь их не поддержала. И они обижаются. А церковь это не то место, где, знаете, нам высказывают свои обиды. Это место, где помогать тебе справиться с этими обидами, где помогать тебе какие-то исправить твои кривизны в жизни, где поправить твой светильник, чтобы он горел. А мы иногда начинаем жить не тем, что Бог хочет от нас, а начинаем думать, что мы Боги и нам должны служить. И это наша беда, поэтому мы становимся ранимыми и обидчивыми. А Бог говорит, я просил тебя намного больше. Никто не должен тебе больше, как ты был должен мне. Никто. Вот ни один человек, живущий на земле, не должен тебе больше, чем ты должен Богу. Но Бог простил тебя, Бог помиловал тебя, Бог прикоснулся к тебе, Бог обнял тебя, Бог записал твое имя к нему в жизни, Бог не вспомнил тебе твоих грехов. Представляете, вот мы способны вспоминать ошибки друг друга, а Бог не вспоминает их, как вроде бы их никогда не было. Почему? Благодать. Благодать. Привели тебя. Он достоин. Правильно, он сюда. Бог отправил его в ад. А Бог посмотрел, знаю, что достоин, но люблю его, потому что мой сын умер за него, помиловал его, потому он проведет вечность со мной на небесах. Ты знаешь, сколько он должен? Да неважно, сколько он должен. Я знаю, что 10 жизней не хватит, чтобы рассчитаться, но я прощаю его. И Бог берет тебя такого, как ты есть, обнимает тебя, любит тебя, жалеет тебя, исцеляет тебя, восстанавливает тебя, и говорит, бодруствуй, бодруствуй, потому что дьявол будет пытаться атаковать тебя. Ты будешь становиться человеком, который будешь слишком ранимый. Знаете, это как ребенок, который избалованный, когда мы его все обнимаем, целуем, любим, и потом мы его отпускаем. И знаете, когда, если твой ребенок бежит, маленький упал, и ты не отреагировал, он орать не будет. Но как только он упал, ты, ой, паника, бабушка бежит, мама бежит, папа бежит. Ай, все, ребенок орет безутешно. А когда папы и мама нет, он в три раза сильнее падает. Встал, дальше побежал. Некому жалеть. Вот такое христианство становится. Знаете, когда мы начинаем друг друга настолько лелеть, жалеть, и окружаем себя теми, кто нас жалеет. Мы потом орем, обижаемся, спотыкаемся, соблазняемся, и начинаем ослабевать вере. Да не будет этого во имя Иисуса Христа. Аминь. Апостол Павел говорит в первом послании к Римфинам одиннадцатая глава. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и возблагрил, преломил, и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас сломимое, сие творите мое воспоминание. Также и чашу по себе черри, и сказал сие, чаша есть на вызовет моей крови. Все творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей, пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть сест от хлеба сего пьет из чаши сей. Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет в осуждении себе, не рассуждает теле Господнем. Да многие из нас немощны, больны, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, мы оказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Давайте мы встанем. И мы сейчас с вами помолимся. Мы помолимся за хлеб, и мы помолимся за чашу. Но перед тем, как мы помолимся, мы порассуждаем каждый перед лицом Господнем. Может быть, сегодня как раз есть тот день, когда мне нужно принять решение не дать место дьяволу. Может быть, нам нужно испытать себя, веря ли я. Может быть, обида, она настолько сильна в моем сердце, что я начинаю ослабевать. Я перестаю видеть ту благодать и милость в каждом дне своей жизни, потому что мое прошлое начинает звать меня. вы знаете, дьявол не спит, и он будет пытаться влечь нас в наше прошлое. И очень важно нам не дать место лукавым. Испытать свое сердце, чтобы не быть осужденными с этим миром. может быть, есть у тебя те, на кого ты обижаешься. Может быть, это твой пастор, который не понял тебя. Может быть, это твой лидер, который не позвонил тебе. Может быть, это твоя подруга, которая, может быть, сказала кому-то о тебе то, что дошло до тебя. Знаете, как испорченный телефон, я замечаю, насколько люди своеобразные. Когда меня привлекли к административной ответственности за миссионерскую деятельность в интернете, что только можно было не прочитать там, что там и посадить, и судить, и церковь, и кого, и кто, чем мог, кто ты придумал. Я читаю, мне люди пишут, ты сидишь уже, я говорю, не сижу, сядь, вот сейчас просто упадешь. Что только не пишут. Вот испорченный телефон, и очень часто до нас, знаете, когда есть место обиди, что бы они сделали. Знаете, говорят, когда нелюбимый, то не жует, а чавкает. Вот, когда есть место обиди в сердце, вот, что бы кто не сказал, больно. Ой, ты такая красивая, ой, а что она так сказала про меня? Что, у меня что-то не так со мной? Ой, а что у тебя, ты не болеешь? А что она так сказала? А что со мной не так? Тебе что, плохо выглядишь? Сказали красивая, обиделась. Сказали не очень, два раза обиделась. Вот нам лучше, чтобы никто ничего не говорил, потому что мы становимся ранимы. А Бог говорит, это риск, это опасность последнего времени. Люди будут слишком чувствительными. Наше эго будет настолько сильно, знаете, раскрытым, цветущим, что не дай Бог, кто-то рядом пройдет. Не важно, с каким намерением. А Бог говорит, испытывай себя, Бог говорит, работай над этим, справляйся с этим, потому что там, где твое прошлое, там беда. А здесь ропот и недовольство, это еще впереди большая беда. Тебе нужно жить для Бога, служить с Богом, справляться с Богом и благодарить Бога за твоих друзей, за не очень хороших подруг, за очень хороших подруг, за не очень красивых, за красивых, не важно каких. Вот просто научиться быть благословением для других и быть благословением для себя. Аминь. Вознамители, мы даже уже дошли до того, что мы уже порой на себя обижаемся, не только на людей. Вы-то духовные, а я иногда, как поеду куда-нибудь, привезу какую-нибудь лишнюю 500 грамм, прямо на себя обижаюсь, ну что ты за человек, ну как с тобой жить? Сами на себя дуемся, представляете? Это вообще чудеса какие-то. Что с нами? Нам нужен Бог, нам нужна Его благодать, нам нужна Его милость, нам нужно не просто, знаете, справиться с собой, нам нужно еще многих привести в Царство Божие. Потому что да, впереди будет засуха, да, впереди будет еще пустыня, да, впереди еще будут вызовы. Но давайте не позволим обидам прийти в нашу жизнь, соблазнам поразить нас, давайте будем бодрствовать над этим, чтобы Бог помог нам исполнить то предназначение и Его волю на этой земле до конца. Аминь. Отец, с местным мы приходим пред лицо Твое. Мы, Боже, ходатайся пред Тобой, Господь, чтобы Ты, Боже, помиловал нас и простил каждого, Господь. Мы часто мыслим, говорим и делаем то, чего не должны делать. Прости нас за то, что мы, Господь, обижаемся. Прости нас за то, что мы обижаем, Господь. Прости нас за то, что мы, Господь, стали настолько чувствительны, не к Духу Твоему, не к Слову Твоему, а к Себе, родному. Прости нас, Господь, за то, что мы, Господь, не ценим то, что мы имеем в каждом дне нашей жизни. Господи, мы благодарим Тебя за каждый прожитый день. Мы благодарим Тебя, Господь, за родных, за друзей, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за наших братьев и сестер, за церковь, за служителей, Господь. Мы благословляем, Господь, Святое, имя Твое, мы просим Тебя, Боже, веди нас, Господь, чтобы нам не болеть, чтобы нам не умирать духовно, чтобы нам, Господь, исполнить Твою волю и прославить Тебя всю свою жизнь. Отец, я благословляю, Господь, так же, Господь, святыню Божию. Благослови, Господь, хлеб, которым мы будем кушать, Господь, чтобы Он, Господь, был благословением, Господь, и здравием для нашего тела, Господь, чтобы каждый, кто будет кушать от Него, Господь, чтобы переживал Твою благодать и Твою милость, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы так же, Господь, благословляем, Господь, чашу, Господь, Чаша станет чашей благословения, Господь, для каждого брата из Три, во имя Иисуса Христа. Боже, мы благословляем каждого, кто будет кушать из чаши, Господь, чтобы жизнь с избытком и благословение от Тебя приходило. Боже, да не будет робота в нашей жизни, Господь, и недовольства вместо, Господь, да будет, Господь, место благодарности и вдохновения, Господь, для других, Господь, и для себя. Боже, сделай нас людьми, Господь, позитивного, Господь, мышления во имя Иисуса Христа. Тебе очень небесная слава за все, потому что Ты достоин, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сейчас братья пройдут, будете принимать причастие тех, кто с нами через онлайн. И вы еще не посещаете Дом Господен, вы можете взять хлеб и чашу вместе с нами сейчас это принять. Пусть Бог благословит вас.